Здравствуйте друзья, в этом видео поговорим про очередной гаджет для умного дома из экосистемы Tuya Smart Zigbee реле с энергомониторингом, предназначенной для установки на Динрейку. Устройство появилось в продаже не так давно, но первые экземпляры уже попали в руки к пользователям, в том числе и ко мне. Реле имеет ряд интересных, редко встречающихся функций, которые однозначно найдут свое применение в системах управления умным домом. Подробнее о них дальше в обзоре. А пока, попрошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей и подписаться на мой канал если вы не сделали этого раньше. Тип устройства Zigbee реле для Динрейки. Энергомониторинг, защита по току и напряжению. Максимальный ток нагрузки от 10 до 63 ампер, в обзоре версия на 16 ампер. Размер 100 на 18 на 50 мм, 1 юнит в Динрейке. Существует модель на 2 юнита, 36 мм шириной, отличается наличием защиты по утечке тока в 30 мА. Ресурс реле не менее 100 тысяч переключений. Диапазон рабочих температур от минус 25 до плюс 70 градусов Цельсия. Экосистема Tuya Smart Smart Life. Поставляется устройство в небольшой картонной коробке, с наклейкой на которую указана модель и тип реле. Максимальный ток в моем случае 16 ампер и месяц изготовления ноябрь 2022 года. Как я и сказал устройство совсем новое. Комплект поставки скромный, только само реле и небольшой буклет с инструкцией. Хотя ничего дополнительного для его установки и не требуется. Инструкция на английском, она подходит и для реле на 1 юнит и на 2, с функцией контроля тока утечки. В ней перечислены основные параметры, про которые я уже сказал и описаны функциональные элементы устройства. Герой обзора выполнен в привычном форм-факторе автоматического выключателя, только вместо рычага тут используется кнопка. Подобные устройства уже много раз встречались в моих видео, список ссылок на них вы найдете в описании. Сзади находится стандартное крепление на один рейку с пластиковым держателем. Корпус соединен с заклепками, поэтому разборка без его разрушения невозможно. Контакты для подключения электросети тут сделаны точно так же, как у обычных автоматических выключателей. Исключение составляет дополнительный разъем для подключения нулевой линии, он находится сверху и используется для питания самого реле, поэтому тут можно использовать тонкий провод. В нижней части выход фазового провода, который пойдет на нагрузку. Принцип установки полностью аналогичен тому, что используется с автоматическими выключателями, только с добавлением одного провода на нулевую шину. Установка в тестовый стенд, который я уже много раз показывал в своих прошлых обзорах. Фаза, как и полагается, приходит сверху и уходит снизу. Провод для нуля подключается к реле в контакт с зажимом, он используется только для его питания, поэтому можно использовать тонкий и гибкий. После подачи питания реле переходит в режим сопряжения, диод на нем начинает мерцать. Вручную, для перехода в сопряжение, нужно нажать и удерживать кнопку на устройстве. Рассмотрим возможности героя обзора в штатной системе управления Tuya Smart. Аналогично все должно работать и в Smart Life. В Mi Home или Acara Home устройство не работает. Для подключения нужен любой совместимый шлюз, у меня это проводная версия от Moes. Заходим в его плагин и нажимаем на кнопку добавления. Находящееся в режиме сопряжения реле в течении примерно минуты подключается к шлюзу, изображено оно тут в виде двойного автоматического выключателя. Устройство появляется и в плагине шлюза, и в общем списке систем. Оттуда его можно включать и выключать не запуская плагин. А в плагине уже доступны все возможные опции. Внешне он выглядит аналогично другим реле с энергомониторингом. В центре находится панель энергомониторинга, потребление общее и текущее, сила тока, мощность и напряжение. Кстати тут для выключения реле нужно дополнительно подтвердить действие. При включении нагрузки тут будет видна потребляемая мощность, обратите внимание она отображается в киловаттах, а также сила тока. Обновление данных очень быстрое, сейчас покажу наглядно. Включаюсь в приложение, реакция почти мгновенная. Мощность приходит в течении пары секунд. Выключение тоже отрабатывается очень быстро. Включаем еще раз. Отключим нагрузку на включенном реле. Обновление данных за пару секунд. При подключении то же самое. Скорость энергомониторинга тут отличная. В главном окне плагина есть история энергопотребления в течении суток, также можно перейти в историю и посмотреть ее в разрезе дней, месяцев и лет. Из других опций есть история включений и выключений. Стандартная функция планировщика, которая позволяет установить как разово, так и на периодической основе его включение и заданное время и дни недели. Наиболее интересное на мой взгляд в меню настроек, запускается четвертая нижняя клавиша в плагине. В нем находятся настройки защитных срабатываний. Судя по всему оно общее и для этой и для версии на 2 юнита, так как тут есть установка тока утечки. В моей версии такой функции физически нет. Более того в установках заявлено, что эту величину менять нельзя. А из того что есть, ограничение по максимальному току, по умолчанию установлено 35 ампер и два порога для напряжения, по слишком низкому и слишком высокому. Давайте проверим как будет работать защита по току. Установка по умолчанию. Чайник потребляет почти 2 киловатта, включается и работает. Ставлю предел в 5 ампер, это 1150 ватт при напряжении сети 230 вольт. При попытке включить чайник, реле отключает питание примерно через секунду-две, защита работает. Настройки памяти состояния я не нашел, проверим. При отключении внешнего питания реле размыкается. Подаем питание. Реле остается выключенным. Включать нужно или вручную, или через автоматизацию. В общем меню настроек указана совместимость с Amazon Alexa, Google Home и SmartThink. Тут можно проверить обновление прошивки, в моем случае его не было, дать доступ к устройству другим пользователям, создать группу и удалить устройство в том числе с удалением данных. Что это устройство может в автоматизации? В разделе есть ли, события и условия для срабатывания, тут есть два пункта. Состояние реле и общее потребление энергии. Для реле есть всего два варианта состояний, включено или выключено. Для энергии значение в киловатт-часах с возможностью установки больше, меньше или равно. Хотя тут написано Total, по логике должно быть суточное потребление, это еще может иметь какой-то смысл. Для действия автоматизации еще проще, только включение и выключение реле. Снова забыли опцию переключить состояние. Не знаю зачем так делают, но мне кажется опция переключить должна быть обязательно. Подключение в Google Home осуществляется через связку аккаунтов. Она создается в меню добавления. Из списка совместимых аккаунтов нужно найти ту eSmart и подключить его используя свои учетные данные. Реле тут появилось, управлять им можно включать и выключать. Других данных тут не отображается, но они мне кажется и не нужны. Смысл в голосовом ассистенте. Для Home Assistant есть несколько путей добавления героя обзора. Сначала рассмотрим штатную интеграцию TUI. Принцип работы такой же как и с Google Home, подключение на уровне аккаунта. После чего, все совместимые устройства будут появляться автоматически. Для этого реле доступны все опции управления и энергомониторинга. Помним, что мощность отображается в киловаттах. К достоинствам этого метода можно отнести то, что реле работает одновременно и в Home Assistant и в TUI Smart, к недостаткам, в зависимости от доступа к интернету. Перейдем к локальным интеграциям, которые работают со своими ZigBee координаторами. Начнем с штатного варианта ZHA. Версия Home Assistant актуальна на дату видео 2023.17. В качестве координатора у меня тут USB ZigBee Stick на базе CC2652P. Запускаем режим подключения, а реле переключаем в сопряжение. Устройство обнаружилось, но уже видно, что никаких объектов для управления и мониторинга тут нет. Вот страница добавленного устройства. Еще раз напомню, что реле появилось в продаже недавно, поэтому неудивительно, что на данный момент поддержки еще нет. В описании оставлю ссылку на тикет, в рамках которого и осуществляется добавление реле в поддержку. Это хорошая новость, значит работа идет и в скором будущем поддержка добавится. Еще добавлю, что обе версии реле на 1.2 юнита, скоро будут в лаборатории автора прошивок для SLS шлюза, значит скоро поддержка появится и там. Осталось проверить ZigBee2MQTT, на дату обзора актуальная версия 1.29.2. Как и следовало ожидать и тут штатной поддержки пока нет. Это нормально для всех новых устройств. По коду устройства и производителя можно подобрать внешний конвертер. Я пробовал конвертер для реле DAG2161C из моей коллекции, ссылка в описании. Он работает, включая энергомониторинг. Но, как и в случае с ZHA, по данному реле ведется работа по штатной поддержке и открыть соответствующий тикет. Ссылку на него я тоже оставлю в описании. Там есть промежуточная версия конвертера для данного реле, которым уже можно пользоваться. Вот реле после добавления конвертера из этого тикета. Картинки пока тоже нет, она появится после завершения всех работ. Посмотрим как работает этот конвертер. Реле кстати работает как роутер. Что касается включения и выключения, а также энергомониторинга, все работает. Причем скорость обновления данных отличная, секунды. Что после переключения реле, что после включения и выключения нагрузки. Из того, что не доработано, это пределы для защитного отключения. Возможно еще получится добавить память состояние, точно пока неизвестно. На данный момент я отношу устройство к разряду очень перспективных. При относительно невысокой стоимости, оно обладает отличной функциональностью. Очень быстрый энергомониторинг и защита по установленным пределам на аппаратном уровне, который не зависит от работоспособности умного дома. Планирую через некоторое время вторую серию видео, в котором покажу, как будет реализована поддержка в ZHA, ZigBee2MQTT и SLS. Думаю, что все опции включая защиту будут реализованы. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки, это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании под видео, кроме ссылки на реле и другие обзоры по этой теме, вы также найдете мой телеграм-канал и группу для общения по вопросам умного дома, разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok